Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами прекрасный музыкант и педагог, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, Александра. Екатерина Мечетина – российская пианистка, одна из ярких звезд современного исполнительского искусства. Первый сольный концерт Екатерина дала в возрасте 10 лет, а уже через два года совершила турне по Японии. С тех пор она побывала с выступлениями более чем в 30 странах мира и в среднем дает около 60 концертов в год. Екатерина – лауреат семи международных конкурсов пианистов. Также с 2009 года она преподает в Московской консерватории. Екатерина Мечетина знакома публике как зрелый и очень глубокий музыкант с огромным сценическим опытом. С приездом в Владивосток! Вас здесь очень долго ждали. Спасибо! Очень приятно это понимать. Понятно, по каким обстоятельствам не состоялся весенний приезд, но какое же счастье, что сейчас все стало возможным. Да, это действительно счастье. И зрителям вы представите программу, которая называется «Великий Бетховен». И я, и оркестр, потому что еще прозвучит симфония. В моих руках будет ответственность за пятый концерт фортепианный. А какая симфония, честно сказать, я даже пока не знаю. Потому что я участвую только в одном отделении. И это любимое произведение, хотя оно совершенно недавно в моем репертуаре, чуть больше года. И у концерта есть такое неофициальное, может быть, название «Императорский». И его торжественность, его даже в прекрасном смысле слова пафосность, его какая-то необычайная совершенно с одной стороны и масштабность, и с другой стороны лиричность. Но он многопланов, он многообразен, в нем есть все. И даже в нем есть, скажем так, школа пианизма. «Императорский» Расскажите немного о том, как строилась ваша личная история с Бетховеном. Вот от первого соприкосновения с его музыкой. Ну, с самого детства, конечно, я даже сейчас не возьмусь сказать точно, что было самым первым. Ну, потому что дети всегда играют венскую классику, да, играют что-то самое простое, типа 19-20-е сонаты. Тоже мимо не прошло, естественно. А потом все усложняется, усложняется. И вот как раз я недавно об этом тоже задумалась, что для детей вся вот эта венская троица, Гайд, Моцарт, Бетховен, ну, это что-то такое одинаковое. И только с взрослением и с приобретением опыта ты понимаешь, насколько это три потрясающих разных совершенно творца, с разной эстетикой, с разным обликом творческим. И Бетховен, конечно, вершина вот этого стиля венского классицизма. Он уже, безусловно, смотрит в романтизм. Он предтеча и Шуберта, и всех остальных романтиков немецких. И насколько он жил в интересную эпоху создания нового инструмента. Потому что его ранние произведения написаны, условно говоря, для клавесина. Его поздние произведения написаны уже для так называемого хаммер-клавира, который уже очень близко подошел к нашему современному фортепиано. Хотя, конечно же, фортепиано вот в том виде, как сейчас он стоит на сцене, этот концертный стенвей. Конечно, еще огромная эволюция потом была. И поскольку мы сейчас, случается нам играть в огромных там трехтысячниках или даже пятитысячниках залах, конечно, во времена Бетховена представить этого было невозможно совершенно. Но тем не менее, вот тем его музыка и велика, что она под любой размер зала, под любой инструмент, будь то старинные инструменты эпохи 19 века, на которых это реально исполнялось. Или это наш современный стенвей, но Бетховен, он годится для всего, для любой жизненной ситуации. Найдется что-то, что у Бетховена будет абсолютно уместным и даже необходимым. Я помню какое-то одно из ваших давнишних интервью. Это так забавно. Мне очень запомнилось то, как вы охарактеризовали состояние музыканта перед выходом на публику. Вы сказали, для меня выход на сцену – это всегда шаг в открытый космос. И мне оно настолько запомнилось, что я часто беседую с музыкантами, иногда привожу, цитирую вас, чтобы выяснить, какие у них ощущения в этом смысле. Вот по всю упору вы примерно с таким же ощущением. По-всякому, по-всякому. Конечно, опыт прибавляется с каждым концертным сезоном. И действительно есть такое, что произведение, которое играешь из года в год, ну, например, для меня это Рапсодина тем Паганини Рахманинова. Это сочинение, которое меня всю жизнь сопровождает. Вернее, я сопровождаю его всю свою жизнь. Рапсодина тем Паганини Рахманинова Такие произведения, они, конечно, не создают уже ощущение какой-то неизвестности на сцене. Ты знаешь точно, что ты хочешь. Другой вопрос – как оно получится? Получится ли донести? И вот сейчас уже волнение сценическое, оно не связано с паникой, которую ты вот как выход в открытый космос. Ты просто идешь в неизведанное. Нет, ты идешь в неизведанное, конечно же, все равно есть момент неожиданности, он всегда может случиться, причем даже не знаешь от чего. Вот буквально из последней практики сижу себе спокойно, играю. Все очень хорошо, вдохновенно, комфортно. И вдруг прямо на первом ряду меня фотографируют со вспышкой. Ну и где-то там 40 секунд просто выпадает из моего сознания, потому что я только и думаю, зачем этот человек так сделал. Ну, такие вещи непредсказуемы, они действительно тоже, мы умеем с ними справляться, но все равно они случаются. А что касается волнения, оно сейчас перешло в немножко иную фазу. Волнуюсь о том, а удастся ли сделать все задуманное, удастся ли вот донести в каком-то концентрированном виде свои идеи, свое видение этой музыки. И если удается, то не получится ли так, что это мне только показалось, что удалось, а у публики возникло другое ощущение. И наоборот бывает, мы это все тоже знаем. Иной раз кажется, что как-то было не то, не так и не в фокусе, а у публики ощущение наоборот, что состоялось какое-то событие артистическое. Это все такие тонкие вещи. Екатерина, хочу чуть-чуть отступить в сторону от исполнения музыки из актуальных новостей, которые о вас, которые мне попадались за последнее время. Это то, что вы запустили свой радиопроект, программу под названием «Дневники и пианистки». И в своих соцсетях вы написали об этом, ну, на мой взгляд, довольно интригующе. Вы сказали, что будете освещать нашу музыкальную действительность весьма субъективно. Да, не нашу, а мою музыкальную действительность. Потому что дневник – это все, кстати, не мое название, это радио Орфей придумала. У меня было название «Игра слов». Но… Тоже отличное название. Да, даже мне кажется, что немножко парадоксальное, потому что игра – это понятно. В понимании музыканта игра – это совсем другое. Ну, а тут приходится музыканту выражаться словами. Но, тем не менее, вот утвердили все-таки свое они название, которое мне тоже очень нравится. В нем есть что-то такое из артхаусного кино, мне кажется. Вот. И это будет не то, что происходит с нами. Это, конечно, моя абсолютно жизнь, это мои впечатления. Там есть такой будет подраздел под названием «Люди в музыке». То есть я просто буду рассказывать, не буду, а уже рассказала, предзаписано все. О том, кто такой дирижер, кто такой артист оркестра, кто такой концертмейстер, кто такой звукорежиссер, кто такой мастер фортепианный в моем случае. Вот эти вещи будут обсуждаться. Там есть, например, выпуск про радио… не радио, а музыку, которая сопровождает меня в дороге. Да, потому что это может быть все что угодно. Вот вчера в зале ожидания, когда задерживался рейс, я… в наушниках у меня, например, был концерт Бетховена по понятным причинам. Да, например, когда я сама еду за рулем, у меня практически никогда нельзя услышать классику, потому что она меня страшно абстрагирует от дороги, и это может закончиться не очень хорошо. Вот такие вещи интересны. Мне лично интересно было, так сказать, наговорить, как в этот дневник. Вот, кстати, вдогонку к вашей реплике о том, что разные жанры музыки вам, как слушателю, интересны, мне это тоже очень удивило. Я почему-то раньше не натыкалась на эту информацию, что вы уже дважды сотрудничали с Вячесланом Бутусовым и записывали пластинки совместные, причем одна из них очень свежая. Даже не знаю, дважды это можно сказать или многократно, потому что мы то и дело встречаемся, мы уже вот как познакомились несколько лет назад. Примерно это было, мне кажется, 2016 год, где-то так. Он был инициатором вашего сотрудничества? Вообще, на самом деле, первая пришла на концерт его супруга. Это было в Большом зале Петербургской филармонии, и вот там мы познакомились через общих друзей, и сам Вячеслав в тот момент был на гастролях, но, видимо, она ему рассказала. И вот мы начали общаться, потому что у него еще задолго до этого появилась идея, что можно все его знаменитые песни, композиции, можно их переаранжировать в романсы. И у него появился замечательный такой человек, который смог это сделать. Это ведь очень непростая задача. Такой петербургский музыкант Игорь Грибков, руководитель детского хора. И он эти аранжировки сделал, как вот, собственно, ну, действительно, аранжировщик настоящий с потрясающей фантазией. Он одну сделал, там, как, допустим, прелюдию Баха. Другую он сделал, как роман с Рахманиного «Весенние воды». Прям узнавалась фактура, все узнавалось. Третий был там еще на что-то похож. И вот получилась такая программа, где только Вячеслав голос, вокал, без гитары. У него стоял на пюпитре просто текст, песен и больше ничего. Руки были не заняты. Он даже говорил, куда мне девать руки? У меня обычно гитара в руках. Что мне делать? И тут я сижу еще за роялем, тоже совершенно сбиваю с толку. В общем, мы привыкали какое-то время, но это было очень дружественно все. Как тихая вода во сне Ты выйдешь из реки И выльешься в мою ладонь Затопишь все кругом Ты вынесешь со дна реки Нелегкие слова Мои воспоминания Сплетутся в кружева Все ночи сомнения, что ранили меня Небесные создания укроют под водой Из ветреного облака Появятся слова И сказочная музыка Возникнет на глазах Таким удовольствием занимались этим, потому что вот мне тогда пришла эта мысль, Что мы заходим на чужие территории Я захожу на территорию рок-музыки, которая мне всегда была интересна, но я никогда не пыталась осознать себя Как человек, который может это сделать сам А Вячеслав зашел на территорию, в общем-то, достаточно традиционного жанра в русской классической музыке Это романс, это вокальная миниатюра, там, сцена, как ее угодно можно назвать Это вот была наша первая такая, первая проба, первое сотрудничество А дальше пошло совсем уже в другие сферы Он человек, который не имеет музыкального образования, даже не знает нот Вот с помощью своих коллег, помощников он сделал 12 просто фортепианных сольных пьес И поначалу я проявила себя как очень негибкий и даже закостенелый человек Потому что когда он мне прислал первые вот эти вот варианты фортепианных Не назову это партитуры, но просто фортепианного текста И там еще был не выставлен там, условно говоря, темп точно Там не выставлены какие-то динамические нюансы Ну, то есть такая сыроватая была немножко история И у меня не доставало гибкости, чтобы понять, насколько это, в общем-то, благодатная почва для творчества В том числе и исполнительского Я посмела даже как-то критиковать Сейчас я себя ужасно ругаю и уже несколько раз перед Вячеславом извинилась Этот свой, знаете, такой кондовый профессиональный взгляд Потому что стала говорить, что вот здесь много однообразия А здесь я не понимаю вообще, что вы хотите сказать В общем, как-то так пошла, знаете, на поводу своего очень академического, музыкального, слухового и исполнительского опыта Потом, когда у меня уже с помощью разъяснений самого Вячеслава, что имеется в виду здесь У меня, конечно, открылись глаза И тут уже на благо сработал опыт, потому что я смогла из этого сделать, как мне кажется, достаточно фортепианную музыку Хотя там не везде даже фактура к тому располагала И поскольку этот альбом студийный, где-то там я играю в три руки, а где-то в четыре сама с собой То есть такое допускается на студийных альбомах Если мы будем делать это в концертном варианте, там немножко переработается фактура Но тем не менее, это был для меня, знаете, такой большой урок вообще Что не надо лезть в чужой монастырь со своими академическими уставами Человек творческий, который создал эту музыку из ниоткуда, ее не было Он настолько к этому серьезно подошел, что мне кажется, что это одна из тех работ, за которые вот мне как исполнителю Не просто не надо стыдиться, мне надо гордиться тем, что это в мои руки попало Потому что одно дело, когда я исполняю баллады Шопена, ну или любую другую академическую музыку, это то, чему я училась А здесь мне надо было проявить вот именно какие-то творческие свои способности И помочь этой музыке родиться на свет Работать было необыкновенно интересно Просто эти студийные моменты, вот сессийные, они запомнились как, конечно, моменты и эксперимента, и радости И ничего там не было такого, что я бы вот досадовала, что я не понимаю, что у меня не получается Наоборот, мы все обсуждали Ну, я вообще очень люблю работать в студии, потому что после вот уже всех мастерингов Ты слышишь совершенно другое качество звука, и это так интересно всегда А еще одна из граней вашей жизни, которая сопровождает вас уже много лет, это педагогическая деятельность Это был какой-то импульс, который зародился в вас, или это было просто логичное продолжение ваше? Ну, это импульс, в том числе и семейное Это был импульс, который зарожден моими родителями, конечно, изначально И они мне задолго до реального этого события уже говорили, что не хочешь ли ты преподавать Я просто вот категорически говорила, нет, я хочу играть, я хочу играть, 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 играть Педагогика – дело ответственное И особенно ответственное, если это дети Если студенты, все-таки это уже взрослые, самостоятельные, уже подготовленные люди, которые умеют работать самостоятельно Детей самостоятельно работать надо научить Это одна из целей, кстати, педагогического процесса на уровне вот одиннадцатилетки Профессиональной специальной школы, потому что в идеале к концу этой школы, к одиннадцатому классу Они обязаны быть самостоятельными музыкантами И вот я тоже, я не считаю себя школьным педагогом, я педагог, безусловно, для взрослых людей Но это очень интересно, это меня лично обогащает Потому что все, что было на несознательном уровне когда-то мне вложено Теперь мне важно осознать, для того, чтобы им это объяснить Это очень полезно для моей собственной исполнительской деятельности Я, конечно, все равно отношусь к исполнительству, как к самой основной в своей работе Педагогика – это приятное хобби Очень важное, очень ответственное, но все равно я не поставила бы это рядом Пока, по крайней мере Но по опыту людей старшего поколения Они всегда, в том числе мой драгоценный профессор, ушедший, кстати, в этом несчастном 2020 году Сергей Леонидович Доренский Вот начался год вот так вот и пошло все дальше в тартарары Вот он всегда говорил, ни в коем случае не бросай консерваторию Что бы ни было, когда-нибудь она тебе пригодится Ну, собственно, понятно, что он имел в виду, да, что играть всю жизнь до самых последних лет – это очень тяжело Это физически очень тяжелая профессия Сегодня в очередной раз это ощутила, когда самолет приземлился в 9, а в 12 уже была репетиция Вот, поэтому, возможно, я никогда не могу исключить такого варианта, что когда-то в моей жизни останется одна педагогика Ну, поэтому надо сейчас уже усвоевывать позиции там тоже А как вы относитесь к мнению, ну, такой сторонней публики о том, что если путь в музыку, то это вот труд с раннего детства И детство как такового ты не ощущаешь Что касается моего личного детства, я думаю, что мне очень многие могли бы позавидовать Особенно того поколения дети, ну, потому что, например, в первый раз в 89 году я побывала в Лос-Анджелесском Диснейленде Думаю, что очень многие советские еще тогда дети согласились бы на такое детство И вообще повидала мир уже в очень раннем возрасте Хотя мне это тогда казалось, если не совсем естественным, то, по крайней мере, чем-то таким правильным Мне казалось, что так и должно быть То есть вот я приехала в Венецию, ну, хорошо, Венеция У меня очень рано была ясность, что это моя будущая профессия Или моя уже настоящая профессия Хотя мы в нашей профессиональной школе ЦМШ Мы всегда, когда нас спрашивали, ты пианист или ты скрипач У нас считалось хорошим тоном отвечать, нет, я пока только учусь Вот, что же касается детства отнятого, да было оно И были друзья, и были какие-то игры, и были влюбленности И все, что полагается детям, все было Просто это не было настолько, вот, с точки зрения свободного времени Это не было настолько расковано Свободного времени было, да, значительно, наверное, меньше, чем у тех, кто не ходил Либо в музыкальную, либо в художественную, либо в спортивную школу Ну, поскольку в моем окружении не было таких детей В моем окружении были только дети, вот, из школы ЦМЖ и пара соседей Но соседи тоже были очень творческие ребята И тоже были все время чем-то заняты Поэтому как-то вот детство, которое не содержало в себе каких-то серьезных целей и занятий Я даже и не понимаю, а что это Ну, наверное, приятно, но как-то бесполезно У нас просто такая, действительно, сфера деятельности Так же, как и у спортсменов Если ты захочешь получить детство, ты просто выпадаешь из профессии Ты просто никем потом, ну, кем-то станешь, но уже не в этой профессии Ну вот, да нет, мне всегда было как-то комфортно Было тяжеловато немножко в фазе студенчества Потому что вот там уже это не вундеркинд Уже все, уже детские достижения мало кого интересуют Кроме тех, кто тебя когда-то учил и следит за тобой по-прежнему Публике ты еще не известен Это сейчас вот дети, благодаря множеству телевизионных Там, например, конкурса «Щелкунчик» или там других каких-то конкурсов профессиональных Есть дети, которые создают себе вот эти вот имена уже в очень раннем возрасте В моем детстве сложилось так, ну, просто даже еще по причине общей ситуации в стране Я очень много играла за границей, но меня совершенно мало знали в России Потому что в те годы, в начале 90-х, честно говоря, невозможно было гастролировать по России Не знаю, как взрослым, но детям точно не очень как-то получалось Ну, это годы такие были, ну, кто помнит, да Поэтому вот у меня как раз именно знакомство с российскими филармониями, с городами Оно началось именно в студенческие годы, и это, наверное, очень удачно было Потому что именно в студенческие годы ты готов играть за две копейки, лишь бы только играть И я играла везде Вот помню, что в те годы я ездила в Братск, играла в каких-то музыкальных школах Я ездила в город Ноябрьск или в город Новый Уренгой То есть вот такие отдаленные точки Потом, конечно, все изменилось и стали появляться и большие филармонии, и большие города Сейчас мне как раз хочется обратно пройти этот путь, потому что я понимаю, сколько в нашей стране совершенно чудесных мест Ну, просто географически отдаленных от крупных филармоний И есть сейчас мысли, как с этим можно справиться, и как можно попасть в эти отдаленные точки Потому что я уверена, что люди бы там хотели услышать музыку Может быть, они вообще никогда ее не слышали живьем Надо это исправлять Мне кажется, сейчас у нас есть какое-то моральное понятие о том, что это было бы правильно Сейчас мы уже дозрели до того, что не только в крупных городах должна быть культура Как мы уже справились, в общем, с этим в крупных городах Теперь надо идти дальше Рихтер ездил Чем мы хуже? Ваша фраза может стать хорошим завершающим моментом в нашей беседе Поэтому спасибо вам за этот разговор И для Владивостока большая честь принимать такого прекрасного музыканта, как вы Спасибо вам большое за эту беседу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!